Чего теперь не смогут делать французские водители и почему счастье не в деньгах? Об этом и не только в нашем обзоре. Никакого телефона за рулем. Во Франции водителям запретили пользоваться мобильными гаджетами в автомобиле. Единственное исключение, если машина припаркована на стоянке. А вот за использование мобильного на обочине или при включенном аварийном сигнале водителю грозит штраф в 135 евро и лишение трех очков в водительских правах. Гробницу, которой почти четыре с половиной тысячи лет, обнаружили неподалеку от египетской столицы, на плато Гиза. По мнению археологов, усыпальница принадлежала жрица Хетпет, которая жила во время направления пятой династии фараонов и была приближенной к тогдашней элите. На стенах сохранились изображения охоты и рыбалки при участии самой жрицы. На данный момент ученые раскопали меньше половины сооружения. Счастье не в деньгах. Такое заявление сделал самый богатый китаец Джек Маглова и основатель компании Либоба, в которую входит популярная торговая площадка Алиэкспресс, заявил, что чувствовал себя более счастливым и довольным жизнью, когда у него не было денег. Тогда Джек только окончил университет и подрабатывал учителем английского. Он считает эти времена лучшими моментами в жизни. Сейчас состояние самого богатого человека в Китае составляет более 47 миллиардов долларов. Деревенскую олимпиаду в 58-й раз устроили в индийском штате Пенджаб. В программе около полусотни дисциплин. Например, соревнования на слонах, акробатические трюки на мотоциклах и полет на мото-дельтаплане. Есть и необычные. Протянуть мотоцикл, держа его зубами за веревку, или без помощи рук пронести плуг, который весит 60 килограммов, или удержать на себе вес авто. В японском городе Сапара начался традиционный снежный фестиваль. На смотровой площадке выставили гигантские ледяные скульптуры в форме местных достопримечательностей, а также знаменитостей и персонажей аниме. За неделю тут установят 200 таких скульптур. Организаторы ожидают до 2 миллионов посетителей.